Здравствуйте! На АТВ программа «Актуальная тема». Меня зовут Булат Сиденьшев. В эту студию приходят люди, у которых есть что рассказать, у нас есть что спросить. Сегодня мы будем говорить о творческой театральной лаборатории «Территория роста», которая проходит в театре имени Николая Бестужева уже в третий раз при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия. Сегодня у нас в гостях один из режиссеров этого проекта, Павел Данилов, который приехал к нам из Золотоглавы, из Москвы. Павел, здравствуйте! Добрый день! Когда вы прибыли к нам в республику и как впечатление о республике? Начнем с такого, с традиционного, скажем. Я понял, понял. Ну, прилетели мы 24-го, кажется, числа... Или нет, не знаю, не помню уже, мне кажется, что здесь уже моя жизнь закончилась вот до, я как будто бы здесь постоянно живу. То есть уже освыклись, уже адаптация прошла. Ну да, да, вполне как бы вот, как будто бы так всегда жил. Не знаю, мне город очень нравится, ну как, наверное, не столько своей архитектуры, потому что, так или иначе, вся советская архитектура во всех городах России. И это не вызывает особого уже удивления. Ну, мне очень нравится ваша природа. Сопки, степи. Мы вот буквально вчера ездили в Дацан, в Ангинске, на Байкал. И это, конечно, добавляет какого-то вот такого сильного впечатления. Ну, у вас вообще какое-то место силы, я обращаю внимание. Многие так говорят. Знакомство с Байкалом ставилось впервые у вас? Да, да, это первая встреча. Надеюсь, что не последняя. Что ощутили, когда были на берегах Байкала? Ну, что я ощутил? На самом деле, мне чем-то это напомнило Волгу, потому что, во-первых, я вижу противоположный берег, во-вторых, лед. И так как я все-таки вырос в Положье, это мне что-то напоминает, какое-то, может быть, даже немного ностальгическое ощущение вызвалось. Угу. Итак, Павел, оставим ваше впечатление о Республике на потом. Чуть позже, может быть, мы вернемся к этой теме, да? Хотелось бы спросить о проекте «Территория роста». Вы впервые в нем принимаете участие? Да, я впервые приехал на него, на этот проект. Ну вот. Что вас сподвигло принять участие в этом проекте? Это что меня сподвигло? Меня сподвигло сообщение здешних земель, письмо с предложением, на которое я, конечно же, с удовольствием откликнулся, потому что я знаю художественный руководитель театра имени Бестужева, Сергея Левицкого. Мы с ним уже какое-то время знакомы, мы с ним познакомились в Москве, в центре имени Мирхольда, где, в общем-то, я являюсь режиссером, и прохожу магистратуру школы студии МХАТ, где когда-то Сергей тоже учился. Несколько поколений, получается, назад мы с ним познакомились как раз в центре Мирхольда, встречались в прошлом году на фестивале «Пять вечеров» в Володе на Санкт-Петербурге, мы с ним разговаривали. Вот. И, честно говоря, наверное, если бы не поступило такое письмо, то через какое-то время я бы, наверное, сам Сергею написал бы с возможностью, может, приехать, что-то сделать. А, то есть вы уже думали, да? Я думал, да. Я думаю, что... И Сергей, кажется, почитал так ваши мысли. Ну, да, я думаю, что вот какие-то такие случайности, они не всегда случайны. Что что-то в этом есть такое настоящее. Такая самая известная и знаменитая цитата из мультика «Куфу панда» вы только что процитировали. Павел, скажите, вы вообще человек легкий на подъем, ну, учитывая то, что вы вот так легко и быстро согласились принять участие в этом проекте? Ну, вообще, наверное, да. Я не то чтобы от природы такой, но я очень стараюсь быть таким. Ну, то есть, наверное, все-таки я по природе свой тяжелый, ничего не хотящий человек. Ну, такой очень ленивый, наверное, вообще самый энергосберегающий человек. Но при этом разные проекты вас сподвигают. Ну, да, 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 я очень стараюсь. Я понимаю, что жизнь пролетит кышу, сказать не успеешь. И нужно как-то ее стараться активно провести. Соглашаться, ну, отвечать миру «да», не хлопать дверью, стараться работать. Ну, то есть, я себя, в принципе, стараюсь загружать так, чтобы у меня не было ни одного выходного дня. Чтобы мне каждый день куда-то нужно было идти, чтобы мне был повод вставать с утра. Окей. Вы уже сейчас погрузились в работу творческой лаборатории. Что интересного вам показалось? Какие моменты вы могли бы уже выделить для себя? И готовы ли вы в дальнейшем принимать участие в этом проекте? Понравился ли он вам? Ну, да. Я до какого-то последнего времени, пока не сел за стол, и передо мной не оказались артисты, я, честно говоря, немножко другое позиционировал. Ну, потому что я как-то так или иначе наблюдал за этим проектом дистанционно через социальные сети. И я видел, как это проходит. Там, к примеру, то, что в прошлом году приезжал Слава Дурненков и учил детей, получается, как раз подростков писать пьесы. Вот. И я почему-то такое очень ожидал, что снова Славу вижу. Он прекрасный человек. Вот. Ехал с этой мыслью, что вот здесь. Они напишут. Ну, это тоже достаточно известный формат работы. А тут немножко другое поменяли. А тут, да. Я как бы сел за стол, тут понимаю, вербати мы. Поехали. И для меня такая неожиданность. Ну, окей, давайте, поехали. Давайте поясним для наших телезрителей, что такое формат вербати. Вербатием, чтобы, ну, общая масса жителей Улан-Удэ понимала, о чем идет речь. Ну, вербатием — это документальный текст, это интервью. К большому счету, вот наш с вами сейчас разговор тоже можно назвать в каком-то смысле вербатием. То есть есть какое-то определенное количество вопросов, темы, заявленные темы, которые задаются. И потом этот текст перерабатывается, и артист его воспроизводит. То есть это документальный текст. Это не нечто написанное какой-то вот такой вот драматургией, а это живые настоящие люди, которые вот среди нас — это мы, на самом деле. Даже не то, что какие-то, это мы. Это очень увлекательно, на самом деле, потому что вербать ему никогда не начнутся с какого-нибудь текста. «Был томный осенний вечер, или же господа собрали вас здесь, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие». То есть, а это что-то очень настоящее, там оно может начаться с какого-то очень парадоксального, с какого-нибудь мата, всего что угодно, на самом деле. Ну, то, что мы так общаемся, это живой текст. Это настоящие люди, которые что-то рассказывают о себе. И тут очень важно как бы, ну, найти, потому что мы все много можем говорить, но зачастую какие-то очень самые главные темы мы обходим. Мы боимся, мы закрываемся, и, наверное, главное счастье — это как-то с человеком договориться, найти какой-то человеческий настоящий разговор, какую-то коммуникацию выстроить так, чтобы человек смог поделиться тем, что его по-настоящему волнует. Это всегда очень увлекательно, это сделать, потом в какой форме это преподать, потому что на Западе-то это уже достаточно известный жанр, то есть, а где-нибудь в Европе, где его и придумали в Royal Court, там, допустим, в английском театре, они приезжали к нам еще в 99-м году и вот показывали нам, что есть такой жанр, то есть он в России-то уже очень долгое время существует. И сейчас мы ищем форму как, ну, то есть, если изначально его подавали как чисто документальный текст, когда есть какой-то артист, который на отстранении читает этот текст, рассказывает его, ну, копируя самого своего такого донора, то сейчас, наверное, мы ищем форму тому, чтобы как это преподать, потому что уже какие-то следующие этапы уже пошли. Ну, учитывая то, что российская публика, она особенная, и в разных регионах она абсолютно другая, нужно найти ту уникальную формулу, да, этого формата, чтобы этот формат прижился в нашей стране. Ну, да, это есть, я читал, есть вообще такая некая особенность русского вербатима, в отличие от всего остального, допустим, на Западе, в Европе, там долго-долго-долго прорабатывать, там могут оставить одну реплику или вот, и как-то выстраивать из каких-то прям вот таких вот сконцентрированных вещей. Русский вербатим все равно, он отличается тем, что очень много всего. То есть, вот к тому, чтобы прийти к чему-то вот такому, что по-настоящему беспокоит, нужно пробиться через... Служается через тернии к звездам. Да, 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 да. Но русский человек вообще, в принципе, легких путей никогда не ищет, поэтому, видимо, нам и такой формат и близок, скажем, вот, больше. Ну, да, 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 я согласен. Поэтому мы, в общем-то, и вот, ну, мы же сейчас работали с артистами, мы что-то где-то, конечно, компоновали, что-то, возможно, где-то переставляли местами, но, в принципе, ну, мы оставляли вот эту вот какую-то такую предисторию, предисловие к чему-то вот. Вот, как-то так устраивали нашу композицию, и, ну, это какая-то наша специфика, это, наверное, наш менталитет, с которым мы работаем, который мы тоже пытаемся понять, как бы. Ну, проект «Территория роста», он подразумевает работу именно с подростками. Вот такой, подростковый вербати он, да? Что конкретно вас зацепило? Какие темы вас зацепили? Ну, так сложились обстоятельства, что вербати мы, артисты, они же брали еще до нашего приезда... Ну, с чем вы уже сейчас успели познакомиться? Ну, да. Так получилось, что они брали не только у подростков или, там, у детей, они брали у большого количества разных возрастов, то есть это есть, там, и 14-летние дети, там, и 18-летние подростки, и 33-летние, там, ребята... То есть разные возрастные группы. 34-летние и дедушка, как бы, просто мы ищем вот это вот мнение о каком-то, о молодости. Ну, допустим, конкретно моя работа, она такая вот, о молодости. И как вот эти все поколения отзываются, вспоминают или наставляют, вот, ну, все к теме молодости. То есть это не именно, что думают подростки и только. Вот о теме молодости можно я вас буквально процитирую? Вот буквально вчера вы дали интервью нашему одному из уважаемых интернет-изданий. Я вот, если вы позволите, я буквально вот процитирую вас. Человек молод, пока он обучает свой мозг, пока он не играет в мастера-фломастера, который все знает, а постоянно учится и открыт для новой информации. Вот в этом ключе вы будете выстраивать работу свою сейчас? Ну, не совсем, потому что, ну, это мое просто, в принципе, какое-то такое мое соображение, потому что мне кажется, что человек и в 64 года может быть молод. Вот когда говорят, что молод душой, да? Да, 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 это вот как раз это в этом и речь. Когда человек, да, он как-то не находится в позиции такого вот действительно учителя, ну, как бы, он может поделиться, но для того, чтобы, наверное, поделиться, нужно наладить какую-то коммуникацию, чтобы это не было нечто, что навязывается. А это, ну, вот, это хорошее воспитание, когда выстраивается какое-то определенное общение и делится опытом, делится советами, но ни на что не наставляет, потому что мы же не можем прожить чужую жизнь, мы можем прожить только свою и открыть мы можем только что-то в себе. И вот, ну, да, это как-то с этим связано, вот, и молодость. Вообще, что такое молодость? Я не знаю, я пытаюсь с этим разобраться численно. Что такое молодость? Как она себя проявляет? Что за этим стоит? Ну, это такая большая работа, на которую, ну, сложно, наверное, ответить одним эскизом. Это какой-то такой бесконечный вопрос, что такое молодость. Потому что тут много разных мнений по этому поводу, разных возрастов. И поэтому, в общем-то, чем еще интересен вербатим, это тем, что нет какого-то наставления, нет какого-то результата. Типа, молодость — это вот это, ура. Это просто разговор. Это разговор, это разное мнение, которым, ну, может быть, где-то что-то как-то резюмируется, где-то нет. Мы просто говорим, и мы выстраиваем так нашу работу, что зритель, который к нам придет, это какой-то некий такой же участник. Это не в смысле, что мы заставим зрителя принимать участие, выходить на сцену. Потому что, ну, я лично, вот, казалось бы, в этой профессии, но я очень не люблю, когда меня трогают, когда я прихожу как зритель, и когда меня выдергивают, просят что-то сказать, и я очень сильно по этому поводу волнуюсь, и это очень неприятно, и, ну, знает по себе. Ну, когда вырывает из зоны комфорта, да, да, да. Когда ты достаиваешься на определенную, а тут тебя заставляют по-другому думать еще. Ну да, вот, но... К чему готовиться нашему зрителю? К чему готовиться, наверное... Что мы увидим? Наверное, мы увидим какой-то... не увидим, скорее, а примем участие все в каком-то разговоре. То есть мы не делаем вид, что здесь никого нет, что какая-то такая воображаемая четвертая стена между нами и зрителем. Мы ее специально разрушаем. Вообще, на самом деле, как бы... Ну, мы вот с режиссерами разными немножко путями пошли. И, к примеру, я пошел путем, ну, некого разрушения, некой театральности. То есть не усиления, как некой зрелищности и честь театральность, а наоборот, в поиске формы, которая уберет, снимет эту театральность, снимет вот эту вот четвертую стену. Как-то мы не будем выдергивать, мы будем стараться не выдергивать зрителя, а мы будем просто что-то делать, кто хочет, может, к нам подойти и... Ну, не в буквальном смысле, а подключиться как-то... Да хотя и в буквальном смысле мы, в принципе, к этому тоже готовы и есть. То есть это не будет театр в классическом понимании? Да, это... То есть никак... Излишней театральности здесь не будет? То есть не нужно прямо ждать такого театра-театра-театра, что называется? Ну да-да-да, отсутствия какой-то четвертой стены. Мы ищем человеческий разговор, на самом деле. Мы ищем какое-то вот... Ну, что-то очень нам близкое, какое-то вот подключение. Ну, я сейчас пока не буду рассказывать, как бы, в чем наш фокус. Я думаю, что надо прийти и посмотреть это. Не боитесь опасения того, что, ну, вот местный наш зритель, ну, у Ланды достаточно такой театральный город, не воспримет сие представление и скажет, господи, что это? Ну, слушайте, ну, это... Всегда, наверное, есть опасение такое, что не воспримет... Есть такое, да, конечно, но... Что с этим поделаешь? Мы как бы... Главное это... Что с нами в первую очередь происходит? Вот в нашей компании, я с артистами, что происходит? Ну, как бы, что открываем мы? Потому что мы в первую очередь не говорим о том, что мы скажем, что мы сделаем. Форма, какие-то эти, ну, вот, вещи. Они потом, наверное, придут сами. Нам очень важно это найти человеческий какой-то язык друг с другом. Ну, потому что я приехал, я ребят не знаю, как бы... И вот мне было важно с ними познакомиться, понять, как они живут, чего они хотят, как живут их друзья, как живет вообще, в принципе, город. То есть, ну, чего он хочет, чего ему не хватает, или чего слишком много. Вот главное понять, какие-то такие вещи, потом, ну, вот... И это понимается как раз через вербатим и во многом. В этом главный посыл этого проекта. Ну, да, мы же, я говорю, мы не можем открыть или наставлять, или учить. Мы можем, ну, проделать какую-то работу с собой и, вероятно, ну, как бы открыться вот через это и через нашу открытость, возможно, вот эта наша открытость, какое-то наше внутреннее понимание или ощущение. Возможно, что и зритель, как бы, что-то ощутит, как-то подключится, потому что мы ищем разговор, мы ищем какую-то некую открытость, потому что мы же закрытые все люди, на самом деле. У нас есть какие-то определенные маски, в которых мы существуем. Вот. А мы ищем какую-то такую, ну, доверительную очень форму. Это как сидеть за столом в хорошей компании. Через какое-то время наступает момент открытия. А ты вдруг понимаешь, что ты всех людей любишь. И это же, ну, не только алкоголь, наверное, а это алкоголь только снимает какие-то эти барьеры. У нас внутри очень много любви. Окей. И тогда, Павел, завершающий такой вопрос. Вот смотрите, Москва и регионы, они всегда находятся, скажем, в неравных условиях, да. Вот московский, московский подростковый возраст, он отличается от региональных? Какие-то, может быть, другие мысли совершенно? Что сейчас заботит молодежь Москвы и молодежь регионов? Вот вы, поскольку живущие уже в Москве, но родившиеся на берегах Волги и приехавшие в регион, можете ли как-то вот... Ну, смотрите, на самом деле Москва действительно не Россия. Москва – это такой изоборудный город, где все живут, и всем хорошо. Это очень причесанный город. Но на самом деле принципиально нет никакого отличия. Действительно, его нет. Потому что нас объединяет, ну, как бы, на дворе 2018 год, если не ошибаюсь. У нас есть интернет, есть социальные сети, там люди с разных регионов, с разных стран даже объединяются, находят какой-то общий язык. То есть, ну, мы все равно, вся молодежь находится в неком общем контексте. В общем понимании, в общем тренде, наверное, я даже не знаю. И принципиальных отличий, наверное, нет. Это правда так. Я не замечаю такого. Я вот слушал эти вербатимы, у меня не было такого, что как эти люди живут, почему они так думают. Они думают так же, так же честно, так же открыто, как бы, как везде. Молодые люди, ну, как бы, свойственно какое-то открытие, наверное, больше, чем старшим поколениям. Хотя нет, на самом деле. Всем свойственно открытие. Хорошо, Павел. Будем ждать открытия от проекта «Территория роста». С нетерпением сходим вот на новый жанр, на новый формат вербатим. Посмотрим, что это такое, пощупаем. Если это понравится, это хорошо. Если не понравится, то есть, значит, над чем задуматься и над чем дальше работать. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию и провели с вами очень интересную беседу. Спасибо большое. Это была программа «Актуальная тема». Всего доброго и до встречи в эфире. Обязательно посетите русский драматический театр имени Николая Бестужева, проект «Территория роста». Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...